Добрый день. Мы представляем Академический университет Жореса Алферова в Петербурге. Это небольшой университет со следующими направлениями. Выделены высокотехнологичные направления исследований. Он научно-исследовательский. Недавно были получены высококачественные кристаллы нитрида Индия на кремнии. Это для возможного будущего применения фотонных интегральных схем. Но мы с коллегой представляем кафедру биоинформатики и математической биологии. Обучаем по профилям биоинформатика и в том числе цифровая физика. И вот тут я хотел бы сделать уже небольшое замечание. Вот как раз по поводу цифровая. Вчера обсуждалось, что слово цифровая входит в моду. И я сам сейчас участвую в двух таких направлениях. Это цифровая физика, которая тут. И еще у меня есть цифровая химия в СПБГУ. То есть это стало очень модным словом. Но по большому счету это все тоже научное программное обеспечение под этим скрывается. И математическое моделирование, безусловно. Так вот я хотел бы предложить коллеге. Вчера делали доклад использования СПО в обучении бизнес-информатике. Они исследовали как раз какое там СПО используется. И соответственно очень хорошая для них тема как раз посмотреть на все направления, где используется слово цифровая. И посмотреть, что там происходит. Предлагаю их к сотрудничеству. Мы поможем, чем сможем тоже. Интересно провести такой же анализ, какой они уже провели и рассказывали нам вчера об этом. Потому что как раз в высокотехнологичных областях, таких как биоинформатика, и можно приводить много других, хемоинформатика, молекулярное моделирование и так далее. У физиков очень много. Естественно, очень интенсивно используется свободное программное обеспечение. Мой коллега отвечает непосредственно за биоинформатику. И, к сожалению, он не приехал, поэтому мне придется отдуваться. А я больше по математике и мне не чужда разработка. Поэтому я быстренько пробегусь по той проблеме, которую он пытается решить, которую мы с ним пытаемся решить, которая у него возникла. И потом еще сделаю несколько комментариев, которые уже возникли по ходу конференции от меня. Он преподает биоинформатику, и там есть ряд просто типичных задач, которые должны решать студенты в рамках лабораторных работ, совершенно обычных для этого профиля. Вот тут перечислено несколько из них. Можно остановиться на первых двух, допустим. Естественно, биостатистика, куда же без нее. Первая обработка данных NGS. Это, по сути, задача поиска наилучшего размещения под строки на длинной строке. Соответственно, тут у нас вычислительная сложность налицо. Если это делать для человека, то вот такие получаются у нас цифры. Вторая задача — паригеномный поиск ассоциаций. Давайте прочитаем, что это такое. Нам нужно найти значимость влияния каждого из мест, в которых один геном отличается от другого, на тот или иной фенотипический признак. И, соответственно, тут тоже налицо сложная вычислительная задача. И, соответственно, у нас получаются такие трудности, что, очевидно, такие задачи сложно решать на персональном компьютере студентам. И такие задачи обычно решаются для очень маленьких организмов, как бактерии и вирусы. Потому что для человека решать, вот вы видели, какие там цифры получаются, и это действительно очень сложно. И, кроме того, хотя почти все программное обеспечение и вычислительные процедуры есть в свободном доступе, санкционные ограничения делают многие тулы недоступными. Ну и на самом деле это был еще просто повод к началу ревизии вообще всех инструментов, которые у нас в курсе используются, и которые наши преподаватели привыкли использовать в курсе. Ну, ревизию на предмет, вообще они относятся к свободному программному обеспечению, или какая у них степень открытости, и что с этим делать. Значит, что тут еще? А, да, и еще тут специфика есть такая, ну, может быть, она не только в биоинформатике, но и в другие отрасли тоже сталкиваются с этим в другие области, что если мы решаем какую-то задачу, даже вот как раз типичную базовую лабораторную для студентов, там используется по цепочке много-много тулов, и звенья не должны выпадать, то есть должны все быть доступны, все тулы в этой цепочке, ну, или надо продумывать альтернативные цепочки. В общем, это должно все быть продумано, чтобы не было потом неожиданности, что мы там не можем что-то выполнять. Причем это в биоинформатике прямо базовые задачи. Ну, тут вот такой небольшой мой комментарий, я сюда ехал, проезжал по пути деревню Полу-взвоз. Ну, вот, соответственно, все приставки должны быть на месте, а то не туда приедешь. Ну, понятно, что решение, ну, как, самое-то реальное, нам нужен такой сервер, который служил депозиторием к всему нужному нам в учебном процессе, геномным данным и все средства обработки. Ну, тут нужно проводить анализ аккуратно этих средств, которые мы используем. Ну, и, естественно, еще, чтобы давать студентам выполнять на этом сервере лабораторные работы. То есть они тогда смогут уже какие-то более сложные вычислительные задачи там делать. Ну, все. А теперь я дополню это комментарием к тому, что Георгий вчера доклад делал, но сегодня его я не вижу. Наверное, тут его нету. Вот. Это был доклад вчера про средневековую модель образования. Так вот, у нас с этим сервером получается модель образования все-таки несколько другая. То есть у нас как происходит? У нас происходит, что вот как раз вот разбираются сервером студенты второго-пятого курса под нашим руководством. И получается хорошо, что это можно интегрировать внутрь учебного процесса. У второго курса есть разработка программного обеспечения. У пятого курса, то есть первого курса магистратуры, есть, соответственно, технологии программирования. Ну, и еще у всех курсов есть летняя практика. А плюсом еще является то, что университет маленький, и этим заведует один преподаватель, который сейчас на сцене. Поэтому это можно легко интегрировать вот этот проект по серверу в, соответственно, наш учебный план. И, ну, дальше там поле для экспериментов есть, как студентами управлять. Вот. То есть это уже все-таки не средневековая модель, и она вот как бы вырастает из учебного плана, который вот реальный есть. То есть вот там вот реальных два курса есть, и учебная, и летняя практика, они предусмотрены РПД и всем прочим. Вот. И, значит, и второй комментарий. Вот Николай Николаевич вчера доклад делал. Значит, и у него был доклад как раз вот на тему того, что надо бы контроль результата, контролировать результат, да, который получается. Ну вот, значит, наш сервер, он же будет, ну, он уже частично, там есть какие-то тулы, и они используются в учебном процессе уже на специализированных дисциплинах как раз биоинформатики, да, то есть если вот эти дисциплины, они помогали разрабатывать сам сервер и сами сервисы на сервере, то вот здесь они уже используют, ну, будут использоваться в следующем семестре, я надеюсь, вот как раз в учебном процессе непосредственно для лабораторных по биоинформатике и другим дисциплинам, специальным дисциплинам, которые у нас проводятся. Поэтому и сами студенты, они будут использовать этот продукт, то есть они заинтересованы в том, чтобы сделать его хорошо и для себя, чтобы им было удобно этим пользоваться и сдавать другие дисциплины. Вот, и я надеюсь, что это их сподвигнет, ну, некоторых из них, использовать весь материал, с которым они работают, для ВКР, для дипломов. Причем можно и дипломы делать на худой конец по разработке программного обеспечения на основе вот этого сервера нашего. На худой конец, потому что разработка программного обеспечения – это не наш профиль, да. Наш профиль – это вот научные дисциплины. И вот как раз в заключении, как раз у меня есть еще немного времени, я как раз хотел бы сказать, что это такая проблема, вот поставить перед вами проблему, почему я надеюсь, что вот эта вот движуха с нашим сервером как-то втянет народ в то, чтобы они делали и ВКР тоже на его основе, те, кто занимаются разработкой программного обеспечения, потому что есть такие студенты, и вчера мы это тоже обсуждали, которые приходят за дипломом, и которым ничего не надо. И беда в том, что во многих вузах, я замечаю, что есть такая схема двоечника, как сделать диплом, она довольно проста. И это вот насчет контроля результата, тут как раз поможет то, что если мы будем делать на свободном программном обеспечении с открытым исходным кодом весь диплом, это раз, ну и второе, научного руководителя никто не отменял, который должен за качеством следить. А двоечники как делают? Очень просто. Значит, они на последнем курсе ничего не делают, где-то работают. Допустим, где-то в бэкэнде, ну или не дай бог во фронтэнде. Вот этот человек работает, а у него специализация биоинформатика, ну или какая-нибудь там теоретическая физика, что угодно. Вот. И потом на защиту диплома он, ну его кое-как допускает, потому что тема не совсем соотносится, ну окей. Значит, ну тема по разработке чего-то. Вот. И он что делает? Он приносит акт о внедрении. Все. Акт о внедрении внедрено. А что внедрено, непонятно. Это раз, ну то есть ничего, где-то он находит этот акт о внедрении, и это прокатывает. И тут наоборот даже преимущество есть, потому что если есть акт о внедрении, ну окей, есть и есть. А если человек сделал open source, тогда еще комиссия может заглянуть внутрь и посмотреть, а может посмотреть на ваш гитхаб, что вы там сделали, посмотреть код. Вот. То есть там еще могут быть какие-то дополнительные вопросы. Это ставит даже худшее положение человека, который делал диплом с открытым исходным кодом. Ну вот. А двоечник показывает акт о внедрении. Это раз. А текст диплома, он, конечно, что делает? Он в последний день перед сдачей текста диплома генерирует на чат GPT или на чем-то еще. И это довольно забавно всегда выглядит, потому что он такой сухой текст, выверенный обычно. Ну, за исключением того, что там какие-то смешные ляпы бывают, и не совсем логично кое-что продумано. Но в целом очень интересно понимать, что... Ну, сразу видно, что это... Ну, с одной стороны, текст на уровне докторской диссертации, с другой стороны, плюс какая-то бессмысленность периодически возникает. Вот. В общем, вот так вот делают двоечники, и с этим надо что-то делать. Потому что было бы странно, если бы кто-то сказал, о, а я доказал, гипотезу Риммана я доказал, а у меня акта внедрения, мы уже ее используем. Вот. Так что вот это я поделился с вами просто такой общей проблемой. Ну, мы ее частично попробуем как-то решать, но вообще вот такая проблема есть налицо. Все. Я хотел бы отдельно поблагодарить докладчиков и этот институт за предоставление сцены, и очень рад будем сотрудничеству во всевозможных направлениях. Все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Но только у меня есть маленький действительно вопрос. Сейчас по нынешним, так сказать, расценкам преподавателю полагается два часа на руководство курсовой работы. Что можно сделать за эти два часа? Сгенерить, сгенерить. То есть вопрос еще и, извините, с руководством. Да, это точно совершенно. У меня такой по технической части вопрос. Вот этот сервер был реализован и на основе чего? На основе какого программного обеспечения? Сервер удаленных вычислений? Ну, сервис. Не, ну он еще, он в процессе, только в этом семестре мы начали. Ну, нет, ну пока там всякие общие вещи. Ну и еще у нас просто мониторинг доступности этих тулов автоматические на сервере есть. Ну, автоматическое скачивание, ну, всякие утилиты, короче, такие. Пока вот так. А лабораторные еще там делать нельзя. Но вот это планируется за лето сделать в качестве летней практики студентам. Ну, там будет все, конечно, open source. Вы не используете некоторый открытый код, вы просто разрабатываете что-то новое с нуля? Нет. Ну, как система управления с нуля, а инструменты, естественно, уже существующие. Ну, пока так, пока так. Ну, потом есть варианты разные, как дальше развиваться. Просто немножко странно, что ссылок на гитхаб, на что-то нет. Где на телеграм все больше ссылок как-то? Не про пенсорскую конференцию, а про телеграм, наверное, да? Как-то так получается. А есть ли вопросы? Мне очень понравилось, конечно, двоечники делают бессмыслицу на уровне докторских диссертаций. Да, вот, к сожалению, так получается. Что-то в консерватории надо менять, совершенно точно. Неужели на этой страшной... Страшный... Так, ну, наверное, да. Спасибо. Давайте перейдем к следующим. Двоечникам. Может, есть комментарии с ютубчика? Я хочу вопрос задать, можно? Да, конечно. Ну, давайте. А кому вопрос? Тут говорили о роли использования ЧЖПТ в написании различных работ, и на самом деле я сам его использовал, однако на практике, во-первых, система антиплогиад это видит, ну, когда ты просто стреляешь в текст, который он сгенерировал. Видит, видит. Мы как-то поймали, там 95% было сгенерировано. Да, поэтому, ну, как будто бы... Нет, это видно и невооруженным глазом. Это видно и невооруженным. На самом деле это вполне себе рабочий инструмент, которым я сам пользуюсь при написании ВКР, и, ну, на мой взгляд, это весьма полезно. Прокомментирую, прокомментирую. Мне кажется, все эти системы, это примерно то же, что Google. Google тоже не было когда-то. Просто нужно пользоваться, уметь. Нужно уметь, ну, как вы в Google учились им пользоваться? Вы учились какие-то запросы писать правильные, да? Ну, и эти системы все то же самое. Нужно уметь ими пользоваться. Если вы умеете, молодец, а двоечники не умеют ими пользоваться. Им нужно в последний день, за один день написать 50 страниц. Когда ты инженер, сначала человек, который может проектировать что-то летающее или ползающее, а сейчас это промпт-инженер уже, то есть человек, который может спросить. Тут какой-то вопрос вот появился, по-моему, то ли от нейросети, то ли из чата, то ли еще откуда-то. Наверное, надо ответить или не знаю. Сергей, твой вопрос с YouTube. Так, ну если с YouTube, может быть, на YouTube и ответить потом, да? Нет, потом не дождемся. Значит, что тут требует? Тут требует всего открытости, да? Или что там? Можно притащить уже. Ну, в общем, в любом случае, это будет на сайте университета, этот проект. И там будет доступ к описанию проблемы и всем тулам, которыми мы пользуемся. Можно просто уточнить? Это из доклада немножко неодетно. Так, а где? Ага. Раскранил про Тём. Тём, можно я на секундочку вот к этому? По разным проектам бывают такие штуки. В некоторых они в КДЕ, по-моему, назвали Junior Jobs. Хорошая штука, когда к тебе приходит, например, студент или школьник, или кто-то еще из коллег, и тебе есть что ему вручить, уже есть такой заначки. Плохо то, что для подготовки и поддержания в каком-то осмысленном виде этой заначки тоже нужны ресурсы, которых, как обычно, везде, где что-то делают, не хватает. Возможно, формирование таких Junior Jobs, это тоже Junior Jobs, только для кого-то внутри, для того же уже студента. Спасибо, Михаил. Я по больной теме, просто очень быстро. Я про цепочку свободного ПО, как у вас инженерная школа, то чаще всего свободная программа распечения, когда она вот говорится, что в школе развивается, внедряется и как-то показывается, нет ли в какой-то момент упора, что она становится несвободной. Например, вы разрабатываете свободное ПО, но разрабатываете его под Windows. И чтобы оно, допустим, заработало, пусть она свободная, пусть вы соберете, но будет работать она только под Windows. Бывает так, что оно вроде как свободное, даже под свободную операционную систему, но вот инженерная часть не свободная. Это вот как раз к вашей теме инженерной части. Так, вопрос длиннее ответа. Есть ли вот такая вот как-то цепочка? Надо продумывать эти цепочки. Спасибо за комментарий. Да, безусловно. Переходим к следующему докладу. Андрей Старинин. Можно еще раз. Спасибо.